Сознание Сегодня я хотел поговорить о достаточно сложной проблеме, проблеме понимания. Дело в том, что вопрос понимания очень важен для, со своей стороны, понимания того, что есть в сознании. Мы говорим о том, что сознание понимает. Мы говорим о том, что мы что-то понимаем. И надо разобраться, потому что в каком-то отношении понимания есть тот метод, с помощью которого мы приближаемся к тому, что мы исследуем. Если мы исследуем сознание, если мы говорим о том, что понимание В некотором отношении есть способ, каким сознание удаётся, раскрываются, открываются объекты, то неплохо было бы знать, как понимание устроено, хотя бы в схематическом плане. Зачем это нужно знать? Это нужно знать для того, чтобы отличать, скажем, понимание от объяснения, или понимание от мышления, от созерцания. Задача феноменологии состоит в том, чтобы различать. И существует принцип, согласно которому то, что различено в сознании, обязательно различено в реальности. Ну, я имею ввиду различия существенные. Я не имею ввиду различий, которые мы можем установить, исходя из какого-нибудь нашего каприза. Я имею ввиду то различие, без которого мы не можем обойтись. И если мы устанавливаем различие сознания и мышления, и это различие, без которого мы не можем обойтись, то значит, сознание и мышление различены в реальности. Но неверно обратно. Вполне может случиться, что то, что в реальности различено, мы отождествляем. Например, гейгельская философия отождествляет сознание мыши. Давайте попробуем понимание схематизировать. Тут есть очень тонкий момент. Дело в том, что само понимание, как я его понимаю, есть некий способ редукции или сведения одного к другому. Допустим, у нас есть нечто, что мы хотим понять. Некий объект. Объект или феномен. И мы к нему имеем доступ. И в этом доступе нам объект или феномен раскрыт. Он открыт и сам себя являет. Давайте предположим, что нам нужно понять, что представляет собой объект. Что бы это значило? Тут возникает, прежде всего, некое различение, которое очевидно. Состоящее в том, что есть объект в своей полноте. Это первое. А второе, что есть... Ну, давайте здесь в качестве познающего обозначим некоторое Я. Сознание или сознание. В данном вопросе мы пока не касаемся объяснения того, что сознание. Допустим, нам ясно, что в неком горизонте сознания появился объект или феномен, который мы хотим понять. И мы видим, что есть различие между самим объектом и феноменом, который подлежит пониманию, и между Я-сознанием, которое понимает. Подлежит пониманию. Пониманию. А это понимание. Из самого этого различия, которое налицо, следует, что в понимании есть некая процедура, каким подлежащее понимание делается понятно. И это не пустые какие-то слова, да, не игра слов. А на деле понимание есть некая редукция объекта, того, что требует понимания, к понятному. Обозначим понятное пока как некую область, в которую объект должен быть втянут. Что значит понятное? Ведь мы не можем понять в объекте окончательно все. В некотором отношении, если бы мы задались вопросом о том, каким образом мы что-то понимаем, мы бы впали в некую бесконечную редукцию. При которой нечто, что требует понимания, в данном случае наш объект, сводился бы к некому понятному, которое в свою очередь опять бы ставилось под вопрос, и сводилось бы к некому новому, понятному, которое в свою очередь ставилось бы под вопрос. И вот эта редукция, она бы нигде не завершилась. Понятное дело, что мы всегда можем озадачиваться с таким вопрошением. Собственно, всякого рода исследования постоянно ставят под вопрос всякого рода знания. Это знание 1, знание 2 и так далее. И есть ли у этого бесконечная редукция и предел? Понятное дело, что у этой бесконечной редукции есть некий предел. А понимание не может двинуться в бесконечный регресс. Что же это за предел? Этот предел мы называем понятным. Нечто мы считаем очевидным для нас, не требующим дальнейшей редукции. Поэтому я не буду, я пропущу различные этапы сведения от одного к другому и сразу буду говорить о том, что то, что подлежит пониманию, оно сводится к некому понятному. Хотя здесь может быть много этапов. Может быть много этапов. В первоначальном вбросе понимание выступает как некая редукция. И эта редукция есть тот способ, каким феномен или объектом сводим к чему-то понятному. Теперь давайте попробуем разобраться, что может состоять собственно эта редукция. Мы говорили о том, что всякое понимание есть редукция того, что требуется понять, объект или феномен, к тому, что понятно. В зависимости от того, как, что представляет собой объект, как выступает объект и как выступает субъект, мы можем различить различные виды понимания. Давайте начнем с того, какие существуют способы быть понятным у субъектов. Прежде всего, различные способы понимания отличаются в зависимости от того, как мы понимаем то, что является понятным. Давайте разберемся с этим. Понятным прежде всего является некая логическая схема. схема или логическая структура, которая дана в понятиях. Непонятным нам является, это наиболее высокий уровень понимания, он связан с мышлением. Понятным нам является, когда мы мыслим о объекте, когда мы объект или феномен, сегодня к логической некой структуре, некой теории. И это понимание является научным пониманием, пониманием рационалистическим. Второе понимание. Вторым пониманием, которое лежит на более низком уровне, является понимание в виде образа или представления. Объект или феномен можно зафиксировать в образе или представлении. Это уровень искусства и религии. Третье. Мы говорим о понимании, когда объект или феномен сводим к некому языковому конструкции. Языковому конструкции. Когда мы о нем говорим, либо пишем текст. Вот некая языковая фиксация. И четвертое. Когда мы по поводу объекта или феномена нечто переживаем. Или лучше говорить сопереживаем. Дело в том, что сопереживание является некоторым способом понимания, потому что по поводу объекта или феномена мы переживаем определенные роды эмоции, эти эмоции указывают на том, как мы понимаем этот объект. На самом деле, вот эта структура, которую я выделил в субъекте, да, способы сведения, способы редукции, на самом деле представляет собой некую структуру, которой внутри себя различается сам субъект. Сам субъект различается на уровне мышления, на уровень образности, представления, фантазии, на уровень языка. Ну, здесь отношение образности языка это условно, непонятно, что выше, что ниже, просто как бы я так обознашиваю, это условно. Ну, и уровень переживаний. Переживание явно является наиболее менее информативным способом понимания, наиболее менее содержательным. То есть, собственно, в переживании нечего, как бы, нечего сказать. То есть, если мы говорим о переживании, то мы уже находимся в области языка. Если мы сопереживая чему-то, также у нас возникает по этому поводу некие образы, представления, мы уже находимся здесь. А если мы по поводу переживаний своего, так же пытаемся что-то по мысли, если мы пытаемся построить какие-то логические схемы и структуры, мы уже находимся в области мишени. То есть, переживание находится наиболее нижнем уровне способа отношения к объекту. Но у этой редукции объекта переживания, она существует, такая возможность. Давайте теперь рассмотрим сторону объекта. Зависимо от того, как понимается объект, так же будет различаться различные виды понимания. Дело в том, что объект дан нам двух существенных характеристиков. Это временная характеристика и пространственная. Я специально как бы асцентируюсь на времени и пространстве, потому что это существенным образом связано с пониманием. Дело в том, что когда мы говорим о том, что мы сводим объект или феномен, редуцируем к неким логической схеме, образу или даже языковой конструкции, то во всех этих способах понимания присутствует нечто, что можно было бы назвать пространственность. Почему? Ну, что такое логическая схема? Логическая схема это некое пространственное отношение, которое задано сразу. Оно дано в неком едином представлении. Когда я, например, строю некую схему или когда я понимаю нечто в понятиях, то эти понятия представляют себе некую систему, некую связанное целое. И в этом связанном целом объект представляет собой как система отношений. И я в этой системе отношений его понимаю в силу того, что он мне дан просто сразу. Он дан в виде некой логической структуры. Когда я свожу объект или феномен к образу представления, ну, допустим, к некому чертежу, то опять же объект дан в неком пространственном аспекте, дан он опять же сразу, то есть мы его наблюдаем так, как он есть, безотносительно как он там развивается и эволюционирует во времени, если он является существенным временным объектом. Опять же, языковое конструирование. Когда мы переводим нечто в слово, то тем самым мы с помощью слова фиксируем объект, и теперь мы можем оперировать этим объектом уже независимо от своего объекта, независимо от того, присутствует он у нас в нашем поле восприятия или не присутствует. Во всех этих, причем в языке тоже есть своя схема, но эта схема, если в логической схеме ее специально выделяют, потому что мышление принадлежит языку, является функцией языка, то тем не менее мы логическую схему выделяем отдельно, потому что это осознанная логическая схема. Наука или мышление специально выделяет в объекте логические схемы и сопоставляет с объектом логической схемы, ну или строя по поводу объекта или феномена некие теории. Почему? Потому что осознанно выстраивается некое существенное взаимоотношение самого объекта или феномена как внутри себя, так и взаимоотношение с другими объектами и феноменами. А в языке мы фиксируем объект в слове и он попадает в некую, опять же, внутреннюю схему языка, есть внутренняя схема языка, и в этой внутренней схеме языка он уже функционирует по некоторым своим законам, не всегда нам ясно. Здесь присутствует не только как в логической схеме, допустим, мы полностью и пытаемся ясно осознать, в чем состоит структура объекта, а в языке мы просто фиксируем объект в слове, слово находится в контексте языка, это слово циркулирует в этом языке по определенного рода штампам, стереотипам, скажем так, по определенному роду законам, и исходя из того, как устроен язык, исходя из того, как он соотнесен с реальностью, мы с помощью слова удерживаем объект и как-то его понимаем. То есть, объект введен в контекст языка, вот если язык представляет собой некий контекст, некое целое, и мы втягиваем объект в язык, то благодаря контексту, который объект образует, втягиваем с помощью слова, да, вот слово в язык, и благодаря контексту, который это слово образует с другими словами, с другими структурами языка, слово приобретает многообразные определенности, многообразное содержание. Ну и третий способ переживания, это, как я сказал, менее информативный, Мы, собственно, просто относимся к объекту так, как он есть. Он, например, революционирует во времени, и мы вместе с ним эволюционируем с объектом во времени. Первые три способа понимания. В нем явно выделяются некие пространственные характеристики. Эти пространственные характеристики представляют собой пространство в широком смысле понимания, как структуру или схема. Здесь логическая схема, здесь схема обыкновенная, либо чертеж, либо образ. Опять же, этот образ представляет собой некую схему или некую структуру. И тут язык представляет собой, опять же, внутри себя некую схему или структуру. Но, правда, здесь схема неосознанная. Здесь схема может быть совершенно разная. Например, если делать идет о искусстве или о религии, то есть схема здесь имеет определенного рода произвол. Этот произвол обоснован собственным способом, каким объект или феномен воспринят или изображен, представлен. А здесь в логической схеме существенно именно логические отношения. Поэтому эта схема наиболее осознанная. Эта схема дана мышлением. И, собственно, наука поднимается именно на уровень мышления. Потому что именно этот способ является наиболее конструктивным, наиболее эффективным. Так вот, получается, что пространственно-временные характеристики во всякого рода понимания, кроме переживания, мы пространственно-временные характеристики объекта сводим к пространственным. Иначе говоря, мы временную характеристику редуцируем. Эта временная характеристика может редуцироваться внутрь. То есть она может быть понятая, ну, пространственная же в широком смысле слова, как структура или схема. Как структура или схема. Особенно временные характеристики мы можем удержать только помощью переживаний Время нам недоступно никаким другим способом, кроме как сведением его в пространство Либо просто переживанием того, как оно эволюционирует Давайте разберемся с этим Мы сейчас показали структуру видов понимания с точки зрения того, что понятно То есть с точки зрения субъекта Теперь надо показать, что такое понимание со стороны объекта Поскольку у нас объект дан в двух существенных характеристиках, как пространство и время То, видимо, понимание будет разбиваться на то понимание, которое касается пространственных характеристик И то понимание, которое связано с временностью Действительно, мы под пониманием рассматривали некоторого рода редукцию того, что подлежит пониманию Объект или феномен Подношили редукцию в то, что нам понятно Понятно лежит в области субъекта Я говорил о том, что здесь может быть много опосредований Мы просто все их опускаем и считаем, что объект или феномен понимается непосредственно Когда мы понимаем пространственную сложность То его понимание представляет собой некую структуру Мы пространственную сложность Сводим в схему или структуру Эта структура или схема может быть с одной стороны логическая Потому что пространственный объект, допустим, связанный с другими объектами Находится в причинах в следственных отношениях Или представляет собой достаточно сложный механизм Допустим, двигатель И схема или структура может быть в виде образа Ну, в виде чертежа Это первый способ Пространственная характеристика редуцируется в схему или структура А как же быть с временной характеристикой? Можно ли временную характеристику Также схематически представить Как какую-то схему или структуру? Вот в этом и состоит, собственно, затруднение Давайте теперь подойдем Второй характеристики объекта Это временность Как быть с этим аспектом объекта? Это зависит от того, как мы понимаем, что такое время В классическом представлении Время понимается как нечто пространственное Рисуется некая линия Которая представляет собой Направленное движение времени Отдельными моментами Которые представляют отдельные моменты времени Вот так это время понимается В классической физике То есть время в данном случае Редуцируется в пространстве Здесь мы имеем частный случай того Как работает понимание Для нас время само по себе непонятно Мы можем время переживать Мы можем во времени находиться Но тем не менее Что такое время Мы понять не можем И поэтому мы его редуцируем В неком пространстве Некоторые схемы И эта схема представляет собой Ось времени Которая понимается как пространственная ось То есть по аналогии с пространством Это первое понимание времени В таком понимании времени Объект представляет собой Некую пространственную сложность Которая эволюционирует во времени То есть объект представляет собой Некую структуру Которая эволюционирует во времени И время является как бы внешним Мы время выносим вовне И сам объект представляем В виде пространственной схемы или структуры И рассматриваем Пространственную временную сложности Некий феномен или объект Как эволюцию пространственной сложности Теперь Пространственной сложности во времени То есть мы различаем два момента В общем пространственно-временном феномене Мы выделяем пространственные характеристики отдельно И рассматриваем так Как если бы они находились в неком пространстве В пространстве времени И двигались в этом пространстве Эволюционировали Вот так вот Это классическое представление о времени Александр Балдачев В своей замечательной теории о темпоральности Предложил Различать Два времени Время Которое вот как вот здесь указано В котором происходит собственно событие И которое развивается И рассматривать второе время Которое входит собственно в характеристику самого объекта То есть объект рассматривается не просто пространственно А как пространственно-временное целое То есть сам объект Представляет собой пространственно-временное Временное целое И он точно так же эволюционирует во времени Вот это время Которое эволюционирует объект Это время хрональное Мы его теперь различаем А внутреннее То есть время Которое входит в определение самого объекта Существенным образом Это время темпоральное Время темпоральное Таким объектом например является биологический объект Это биологический объект Невозможно описать только указывая на некоторую пространственную сложность Невозможно только указывая на строение органов Или на строение живого организма Показать в чем состоит его характерность Мы не можем описать биологические объекты Как некие пространственные структуры Которые развиваются во времени Для биологического объекта Очень существенным является то Что его эволюция Входит в существенные В его времена эволюции Входит в само понимание объекта Действительно Если мы возьмем Такой простейший объект как бабочка То он проходит в стадии куколки То есть яйца Червяка Собственно кокон И бабочка Причем бабочка опять Сносит яйцо Которое опять же становится Опять же проходит по этой стадии То есть сам объект Биологически представляет собой некий цикл И вот эта цикличность объекта Иначе нельзя взять в качестве объекта Некую отдельную фазу Развития бабочек Объектом собственно является Весь цикл Которым живет Живой организм Вот все воспроизводство Живого организма Представляет собой Собственно биологический объект И правильное развлечение Объекта Именно состоит в том Что надо Биологический объект Подходить Таким способом А нельзя просто взять отдельную фазу Пространственную фазу И считать что это объект Тогда будет непонятно Почему эта фаза В другой точке В другой пространственном моменте Времени представляет собой яйцо А в третьем Представляет собой Червяка или кока И поэтому Правильно было бы взять объект Как этот цикл И если мы берем объект Как цикл То мы видим Что время существенным образом Входит в определение Самого объекта И поэтому мы не можем Поэтому мы должны Различать время Которое входит в определение Самого объекта И время В котором этот объект Развивается И тем не менее Несмотря на то Что мы временно Сможем понимать Другим способом Понимание этого объекта Опять же будет Только некоторой редукцией Мы рассмотрели Понимание С двух сторон Со стороны объекта Или феномена И со стороны субъекта Со стороны объекта Получилось Что всякое понимание Есть редукция К некоторой структуре То есть независимо от того Является ли объект Пространственным Является ли он временным Мы все равно Его сводим в структуру Мы не можем Время взять Так как он и есть Мы можем Конечно время переживать Но тем не менее С рационалистической точки зрения Да, это нам ничего не дает Потому что я говорил о том Что переживание Как способ понимания Он не является способом Познания Он является способом Только сопереживания То есть способом Причастности Это собственно И есть то Что я хотел сказать Поводу Сущности понимания Иначе говоря Понимание Как я показал Исходя из того Исходя из того Исходя из того Как оно Как его можно Различить На основе Различения Способов Каким субъект Относится К объекту И способов Каким сам объект Может быть представлен Всякое понимание Есть Редукция Пространственно-временных Характеристик Кроме переживаний Мы сейчас Переживания Пока оставляем Потому что Это не что-то особое Вот Существенные Три вида Понимания А именно Схема Образ и язык Они переводят Пространственно-временные Характеристики Объекта Или феномена Они переводят его В пространственные Характеристики В обобщенном смысле По понятной Пространственные Характеристики Понятые Обобщенно Что такое Пространственные Характеристики Это либо Какого-либо Схема Либо Структура В данном случае Я не говорю О пространстве Которое Вокруг нас Наблюдается Пока Я говорю Именно О том Что Если время Понимается Как последовательность Последовательность Некой эволюции То Пространственные Характеристики Понимается Как одновременность Как Отношение Как структура Иначе Вот это Есть понимание Иначе Всякое понимание Прежде всего Элиминирует Временную Характеристику И само время Оно конечно Тоже понимает Но оно понимает Его в смысле Структуры Либо Некой Пространственной Характеристики То есть В виде В виде Схем Для того Чтобы Это Понимание Понимания Проиллюстрировать Более подробно Давайте Обратимся К тому Что представляет С собой Сознание Мы Отмечали Что со стороны Субъекта Различные Виды Понимания Разделяются На Понимание Связанное Смышление Понимание Связанное С представлением Куда Включен Образ Фантазии Созерцание Где здесь Пространственная Временная 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 Сложность Редуцируются Пространственные Характеристики Внутри Сферы Сознания Внутри Сознания Он Представляет С собой Некое Различение Некое Структурное Целое Или Схематическое Целое И Структура И схема Удерживаются Внутри Сознания На различных Уровнях В любом Случае Вот удержание Одновременного Различия Моментов И Различия Структуры Возможно Только благодаря Тому Что Сама Сфера Сознания Представляет С собой Нечто Пространственное И структурное Тут Возможны Варианты Допустим Объект Полностью Является Пространственным И Мы можем Редуцировать Его временную Составляющую И говорит о том Что он Эволюционирует Во времени Тогда Его понимание Будет Просто Либо Неким Отображением Схемы В логике То есть В теории Либо Представлением Некой Схемы Или Чертежом Либо Некой Фиксации В языке В виде Слова И Никаких Проблем Не возникает Теперь Берем Допустим Такой Объект Который Представляет С собой Не только Не сводится Пространственным 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 Объектом Потому что Бабочек Бабочек Проходит Ряд Фаз Через Куколку Через Яйцо И Черевяка Она представляет С собой Некое Структурное Целое Определение Логическое Если Пространственный Объект Можно было Просто Редуцировать В пространственной Структуре В виде Чертежа То Такой Сложен Объект Как Пространственным Временной Объект Темпоральный Объект Его уже Не удастся В чертеж Перевести Для этого Существенным Будет Некая Логическая Схема Удержание Возможно Только С помощью Мышления Там Требуется Схема Которая Логическая Довременная Это Первое И второе Требуется Схема Которая Представляется Пространственная Целая Тут Участвуют Два Способа Редукции То есть Понимание Строится На двух Уровнях На уровне Мышления И на уровне Образа Еще раз Говорю Когда мы Брали Пространственный Объект В принципе Можно было бы Просто Свести К чертежу Это Первый Способ Понимания К образу Созерцания Свести Это Может быть Не самый Идеальный Способ Потом Этот чертеж Можно Было бы Пытаться Понять С помощью Мышления Или Можно Было бы Пространственный Просто Свести К языку И Потом В виде Слова Можно Было бы Строить Опять же Некую Теорию И Пытаться По поводу Него Что-то Мысли Когда у нас Объект Собственно Простан Современный Мы можем Его Свести Мы можем Свести Его Мы можем Свести Его К языку А в языке Просто Есть Тоже Схема Схема Неосознаваемая А тут Схема Осознаваемая Мы можем Вести К языку Но язык Он уже Представляет Некое Целое В котором Участвует Одновременно И чертеж В смысле Представления И мышления Я говорю О том Что язык Представляет С собой Двойную Структуру Двухслойный Бирог В котором Есть Собственно Знаки И Смысл Который По ту сторону Знаков Находится И Эта Структура Языка Одновременно Дублирует Структуру Мира Есть Просто Темпоральные Объекты Например Мелодия Он Темпоральный Объект Можно Его Свести К языку Тем Способом Чтобы Записать Его В виде Некой Минутной Записи Но Даст ли Нам Это Что-то Для Понимания Некоторым Отношением Вроде Это Является Пониманием Но Мы Не Можем Дальше Двинуться Никуда Запись С помощью Языка Некоторого Некоторые Нотные Записи Мало Что Дает Мы Можем Этот Темпоральный Объект Просто Переживать Опять же Ничего Нам Не Дает Потому Что Эмоции Это Способ Каким Мы Проживаем Объект Переживание Это Способ Каким Мы Сопереживаем Тому Что Видим Некому Федомену Объект Мы Собственно Никак К нему Не Приближаемся Конечно Это Тоже Важный Способ Отношения К Объект Но Тем Не Менее Не Является Существенно Важным Не Сводится Не Может Взять Нами Как Способ Который Можно Было Развивать Дальше Возводить В представлении Можно Возводить Нельзя Возвести Вомышление А может Быть И Можно Давайте Еще Раз Попробуем Что-то Поковыряться Что У нас Есть Так Допустим Вот Это Сфера Сознания Сознание Является Чем-то Пространственным Пространственным Вообще На смысле Слов Вообще На смысле Слов Вообще На смысле Слов Я Понимаю Что Она Благодаря Сознанию Мы Различаем Можем Использовать И Различать Благодаря Сознанию Мы Понимаем Что Такой Схема Схема И Структура Почему Потому Что Схема И Структура Дана Одновременно Одновременно Да Вот Эта Схема Ну Предположим Вот Треугольник Эта Схема Что Нам Это Дает Во-первых Что Мы Можем Оперировать Этим Объектом Этим Объектом Точно Так Другой Способ Введения Объекта Есть Фиксация Его В языке Когда Мы Объект Называем Мы Тем Самым Втягиваем Его В сферу Языка И С помощью Языка С помощью Схемы Которые Существуют В языке Мы Точно Так же Его И Можем Оперировать То есть Язык В каком-то Смысли Работает Параллельно Сознанию Второе Мы Тем Самым Выделяем Этот Объект Да Есть Есть Некий Я Когда Начал Разговор С того Что Есть Объект Или Феномен Есть Различные Способы Выделения Объектов Некоторые Объекты Легко Выделить Объекты Неживой Природой Их Выделение Является Достаточно Очевидным А Если Объект Представляет Собой Живой Организм Прежде Всего Нам Бросаются Глаза Что Живой Организм Представляет Собой Некой Пространственной Характеристики Но Это Только Первый Способ Каким Подносимся К живому Организму С другой Сторон Мы Понимаем Что Живой Организм Существенно Связан Существенно Описывается Только Во Время Почему Потому Что Живой Организм Прежде Всего Проходит В своем Онтогенезе Проходит Ряд Развитий Он Во-первых Развивается От Момента Своего Зарождения До Себя Воспроизводит Он Находится В неком Цикле Всякий Живой Организм Представляет Собой Цикл Он Проходит Ряд Фаз И Эти Фазы Как бы Зацикливаются Это Называется Воспроизводство Организма Например Если Это Бабочка Как Мы Говорили А Это Яйцо А Это Окон А Еще Там Есть Гусеница Гусеница Так Написать Гусеница То Живой Организм Как бы Зациклен В этих Фазах Бабочка Рождает Яйцо Яйцо Рождает Гусеницу Гусеницу Рождает Кокон А кокон Рождает Этой Бабочкой Ну или Старая Проблема Между Яйцом И курицей Есть Яйцо А есть Курица Ну и Старый Вопрос Что там Первый Курица Или Яйцо На самом деле Это Есть Некий Цикл Это Курица И Яйцо Это Есть Некий Общий Объект Его Биологически Надо Рассматривать Как Единый Объект И Который Зациклен Всякие Биологические Объекты Он Так Вот Зациклен Он Сам Себя Воспроизводит Поэтому Биологические Объекты Они Требуют Обязательного Понимания Времени И Поэтому Способ Каким Вычленения Вычленяется Объект Каким Он Вообще Фиксируется Это Фиксирование Осуществляется С помощью Схемы Я говорил Сознания Вот Эти Вот Два Способа Каким Образом Каким Объект Вводится В сферу Сознания То есть Он Ну и Третий Еще Насадий Способ Написать Это Слово Мы Объекту Даем Слово И Тот Самый Вводим В сферу Сознания Но я говорил О том Что Язык Как-то Он Параллельно Работает Надо Кстати Об этом Подумать Иначе Говоря Мы В сознание Вводим Объект Вот Он Наш Объект Мы Его Вычленили Из Реальности Реальность Вляясь Некой Нерасширенную Целую Мы Нерасширенную Целую Втянули С помощью С помощью Редукции Да Вот И была Некая Редукция Пространственная Редукция Некая Пространственная Редукция Позволена Нам Втянуть Объект В сознание Что Это Нам Позволило Прежде всего Возможность С ним Оперировать Потому что Если Он Во Время Находится Мы Должны Либо С ним Вместе Сопереживать Либо Ничего Не Можешь С ним Делать Объект Не Эффективно Мыслить Самими Объектами Вот Животные Есть Такое Предположение Мыслить Самими Объектами Они Тоже У них Тоже Доступно Мышление Но Они Мыслят Когда Они Мыслят Непосредственно Находясь В сфере Объекта Они Как бы Добывают Пищу Либо Укрываются Либо Строят Гнезди И прочее И тем Самым Они Мыслят То есть Они Мыслят Только Тогда Когда Оперируют Самими Объектами Которые Окружают Человек Научился На самом деле Отвлекаться От Такого Операционного Мышления Да Мышление Связан С Действиями С Операциями Над Самими Объектами Человек Научился Переводить Эту Сферу Мышления В Символическую Сферу Научился Сопоставлять Объектам Некие Символические Структуры Как я Рисую Осуществлять Пространственную Редукцию И Когда Мы Осуществили Эту Пространственную Редукцию Тогда Тот Объект Который Мы Получили Он Во-первых Доступен Для Оперирования Этим Объектом Во-вторых Он Фиксирует Сам Объект Он Как бы Предполагается Что Вот Эта Редукция Она Оставляет Существенные Характеристики Которые Нам Интересны В этом Объекте Вот Они Где-то Здесь Расположены В этой Схеме Если Мы Говорим О науке То Это Прежде всего Логическая Схема А если Мы Говорим Об Искусстве То Это То Что Интересно Художнику То Что Художник Хочет Отобразить Он Ведь Не Рисует Всю Подробную Картину Того Что Видит Он Вроде Как бы Пытается Изобразить То Что Ему Интересно Он Находит Специальный Пейзаж Специальный Ракурс Подбирает Специальные Краски И Прочее Или Допустим Как У Экспрессионистов Художник Пытается Выразить На своем Холсте Свое Отношение К тому Что Он Видит Выразить Самого Себя Ну И Третье Фиксация В слове Оно Сопровождает Весь Процесс Потому Что Можно Оперировать Конечно Некой Пространственной Структурой Как Это Делают Математики Можно Непосредственно Пытаться Втягивать Объект С помощью Схемы И Строит Пространственной Структурой Как Математики А Можно Втягивать Объект Но Не все Объекты Имеют Возможность Быть Втянуты Как Схема Логически И даже Если Мы Говорим О Логической Схеме То Все Равно Мы На самом Деле Используем Слово Поэтому Существенной Является То Что Слово Втягивает Объект Уже На уровне Что Значит Втягивает Объект Слово Просто Позволяет Оперировать Объект Символически Почему Всякое Понимание Есть Некая Редукция Пространства Ну Я Не буду Сейчас Останавливаться На Возможных Биологических Истолкованиях Этого Процесса Наверное В процессе Эволюции Человек Так Приспособился К окружающей Его Реальности Что Именно Пространственные Характеристики Явились Тем Способом Каким Наиболее Удобно Приспособиться К окружающему Но Если Говорить Философски Да Если Описывать Процесс Понимания Как Он Видится Исходя Из Того Как Устроен Субъект И Как Устроена Наша Редукция То Понимание Есть Просто Способ Каким Мы Вводим Всякий Объект В Вводим Всякий Объект В Сферу Сознания Вот Был Наш Объект Там Теперь Стал Объект Здесь Он Введен В Сферу Сознания Я Говорил О том Что Сюда Вводится Либо С помощью Слова Либо С помощью Чертежа Либо С помощью Логики И Уже В сфере Сознания Объект Дан Уже Полностью Он Дан Уже Не Ввидим Возможной Последовательности Как Объект Или Феномен Который Мы Наблюдаем Он Дан Уже Одновременно Он Дан Введение Эк Структуры Объект Уже Здесь Структурный Полностью Редукцирован Пространственным Если Для объекта Существенно Представление Оремени Как Например Для живого Объекта То Эти Представление Оремени Существенно Становит Фиксируется Логически И Будучи Зафиксированным Так Уже В сознании Этот объект Может быть Осмысливаем Можно Этот объект Осмысливать В сторону И Двигаться В сторону Науки Первое Логические Построения Построения Осмысливаем Это Наука Второе Можно Напустим Рисовать Картины Какие-то Образы Представления Представления Это Искусство И религия И религия Третье Это Существование Объекта В языке Ну Это На самом деле Литература Ну Если Говорить Об искусстве Да Либо Опять же В языке Он существует И Это Опять же Способ Который Возводится К науке Потому что Объект Он Структурно Проста Проста Синологически Но Тем не менее Мы его Фиксируем Слове И Тем самым Оперируем Им В логических Построениях Ну и Четвертый Объект Может переживаться Но для переживания Вот это вот Втягивание Оно не нужно То есть Переживание Является Как бы Наиболее Полным Что ли Наиболее Соответствующим Изначальной Полноте Объекта Мы Редуцируем И Все Редуцируем Пространственность И вот Если понимать Что только Переживание Мы Относимся К самому Объекту Непосредственно Без всякого Рода Редукции То понятно Теперь В чем Представляется Особенность Философии Нитша И Шопенгауров Дело в том Что Как раз С переживанием Вот с этим Аспектом Понимания Связано Которое Мы наблюдаем Шопенгауру Шопенгауру Воли жизни Митшу Воли Квости В чем Тут Дело Дело То Что Сам Объект Как он Дан Как он Дан Во всей Своей Полноте Не может Быть Нами Полностью Втянут Не может Быть Рассматриваем И Редуцируем Пространственность Например Если этим Объектом Является Жизнь Жизнь Органическая Жизнь Органическая Жизнь И Этим Занимался Шопенгауру Нитша Существенно Не могут Быть Среди Пространственных Характеристик Я уже Об этом Говорил И Шопенгауру И Нитша Прежде всего Именно Это И поняли Всякая Жизнь Основывается На инстинкции Самосохранения Поэтому Если Мировая воля Понятая Как воля К жизни То имеется Ввиду Что она Понята Как то Что пытается Себя Сохранить То Что пытается Себя Произвести Воспроизвести Воспроизводить И Воспроизводить И Воспроизводить Ницше понимает волю как волю к власти Почему? Потому что он говорит о том, что жизнь не просто себя воспроизводит Если у Шопенгауру просто воспроизведение жизни Это Шопенгауру То у Ницше не просто жизнь воспроизводится, а она расширяет свои круги Воля к власти имеет в виду в том смысле, что постоянно идет расширение кругов жизни Вот это расширение жизни И понимается Ницше как воля к власти Но это некое отступление от главного рассуждения о понимании Оно просто нужно для того, чтобы показать Ницше и Шопенгауру Почему для них очень важно переживание Но переживание также важно для Кадиги Я пока сейчас на этом останавливаться не буду Вот так вот устроено понимание Здесь еще напоследок следует сказать о следующем Есть вот некая обратная задача Я говорил о том, что всякое понимание есть некая пространственная редукция Когда пространственный временной объект редуцируется к неким пространственным характеристикам Где пространство понимается вообще в одном смысле А именно как структура, либо схема И почему это осуществляется? Потому что все это происходит в сознании Потому что что такое сознание? Это некая данность, понятая уже не как последовательность, а понятая как одновременность Одновременность данности нам позволяет оперировать тем, что мы ввели в сферу сознания А именно если мы вводим туда нечную сферу сознания с помощью слова или некого образа Мы уже можем непосредственно с самым объектом Мы можем оперировать не самим объектом и мыслить не с помощью вещей, переходя от одной вещи в другую А мы можем мыслить, переходя от одного слова к другому Или переходя от одного изображения, одного чертежа к другому переходя от одного и хотя я разбираю что представляет собой чертеж теперь очень важно как бы понять обратную задачу есть некая обратная задача черт состоит обратная задача допустим у нас мы живем некой реальности у нас есть некая схема то есть схема то есть понимание а реальность она где-то находится за рамками схемы и схема понимает эту реальность и допустим мы понимаем что схема который понимает реальность в чем-то несостоятельно в чем-то неадекватно какие способом можно было бы ее снять это прежде всего касается допустим политической жизни да если вам навязывают схему какую-то вы ее сими не можете ее рефлектирует то вы становитесь жертвой манипуляции то есть понимание имеет обратную обратную задачу задачу снятие схемы снятие схемы нам кажется что нечто понятное но мы должны обратиться к самой реальности феноменологии учит о чем как зародилась феноменология феноменология начала с того что благодаря накоплению знаний образовалось так много всякого рода схем которые нам кажутся понятными самой реальности уже было не видно и нужно было эти все схемы все это понимание убрать да вы это взять за скобки для того чтобы обратиться к самим вещам так вот вот снятие схем это и самая трудная обратная задача которой я говорю что как бы вернуть вернуться к самой реальности и попытаться выстроить понимание заново это самое сложное что что есть в человеческой реальности потому что многие вот в этих схемах застревают и никуда не вижу снятие схемы является чем-то очень сложно почему потому что все что приходит нам из реальности мы понимаем через призму этой схемы вы как бы смотрим на реальность сквозь очки схемы является очками либо является некими там стеклом сквозь который мы видим саму реальность как можно это как можно отрефлектирует это стекло или эту схему это особая задача эта задача на самом деле не является очень простой для того чтобы ее можно было бы осуществлять необходимо различить саму схему да и я уметь различать схему и саму я есть нечто очень сложно сейчас на этом останавливать не буду я просто ставлю проблем вот есть такая проблема называется обратная задача обратная задача связана со снятию схем ну и напоследок в последний замечание по поводу того как мы используем термин вот из термин объяснение а естественно понимание я говорила понимание а естественно объяснить в чем их различие дело то что понимание это и способ каким мы вот есть объект понимание есть способ каким мы сводим нечто объект или феномен тому что понятно нам а объяснение это есть такое понимание когда объект или феномен сводится к тому что понятно другом иначе говоря по ней в объяснении тот кто объясняет становится на точку зрения другого потому что ему понятно либо становится на общую какую-то совместную точку зрения Иначе говоря, объяснение есть способ То, что понятно, переводится То, что понятно другому Вот это вот объяснение